Отмена русской культуры. Эта идея рассорила интеллектуалов по всему миру. Одни не представляют себе, как можно жить без Толстого и Достоевского. Другие не понимают, как сегодня можно получать удовольствие, разглядывая картины Репина и Шишкина. Меня зовут Наташа Ищенко. Сегодня в моем блоге на канале Новый мир мы поговорим о русской культуре, о войне и мире, о преступлении и наказании, и о добре и зле. Нападение России на Украину напугало людей по всему миру и негативно отразилось на отношении к России во многих сферах, в том числе и на культуре и искусстве. Когда в украинских городах стали рваться российские бомбы, в разных странах мира стали воспринимать с недоверием и опаской все российское. От икры до картин, от газа до кинофильмов, от компьютерных программ до симфоний. Тут дело даже не в политике или геополитике. Дело в банальном страхе перед ужасными картинами войны и смерти. Говоря простыми словами, всего русского начали бояться. Искусствовед, в прошлом российский политтехнолог Марат Гельман, в начале апреля разместил у себя на фейсбуке серию коллажей, которые довольно точно передают настроения, которые возникли по отношению к российской культуре после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Русская культура в этих условиях стала ассоциироваться с разрушениями и смертью. Антивоенные мировые тренды привели к практическим последствиям. Многие кинофестивали, галереи, выставки отменили российские показы, постановки, экспозиции из-за российско-украинской войны. Понятно, что это произошло в Украине. Однако и в Европе, и Северной Америке, и в других уголках мира тоже начали действовать аналогично. По сути, речь идет о бойкоте или о введении своего рода санкций в культурной сфере. Издатель, житель Харькова Александр Красавицкий разместил у себя на фейсбуке снимок с топки книг, собрание сочинений Пушкина, которое сегодня продается в Киеве. Желание жителей столицы Украины, страдающих от постоянных российских обстрелов, отменить русскую культуру в своих домашних библиотеках, он понимает и прогнозирует, что продолжение следует. Действительно, когда звучит воздушная тревога, как-то не очень хочется под российскими бомбами читать. Мой дядя самых честных правил, когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наукам. Я сама закончила русскую школу именно Александра Пушкина. Однако сегодня, находясь в Украине, мне не хочется перечитывать Евгения Онегина. Бойкотом отдельных писателей или художников процесс не ограничился. Пошли разговоры о том, что нужно в целом пересмотреть место и значение российской культуры в мировом культурном континууме. Отрывок из стихотворения Андрея Орлова Орлуши. Я список кораблей прочел до середины. Пример радикального подхода к будущему русской культуры. Утро было пасмурным и хмурым. Вдаль, в туман, подальше от земли, от причала мировой культуры уходили в море корабли. Первым ощетинев грозно Пушки, ржавой часуей, как жар горя, гордо шел авианосец Пушкин. В трюмах тридцать три богатыря. Следом на войну и мир готовый, сизой дыма бородой густой. Крейсер плыл огромный, но не новый, граф Лев Николаевич Толстой. Чайки на лету лишались чувства, мухи отделялись от котлет, видя баржи русское искусство, Достоевский, горький и балет. Как же мы без вас им след рыдали? Родненькие, вас-то, вас за что? Вас же всей планеты почитали. С кораблей не отвечал никто. Строй неровный, но довольно длинный, золоченый, словно образа. Проходя вдоль острова змеиный, вдаль отвел стыдливые глаза. Без оркестров, тихо и понура, чуя, что давно пробито дно, уплывали русская культура, русский цирк и русское кино. Там есть еще продолжение с нецензурными словами, но смысл, я думаю, и так понятен. Русская культура, по мнению орлуши, должна идти вслед за русским военным кораблем. Кто не знает этого мема, найдите в интернете. Но я с орлушей не согласна. Я не считаю, что вот так можно просто взять и отменить русскую культуру. Просто взять и объявить бойкот, и после этого быть уверенным, что удается решить проблему деструктивного российского гибридного влияния одним махом. Нет, русская культура, начиная с классиков, нуждается в новом прочтении, в переосмыслении, в новом взгляде, свободным от прежних стереотипов. Начнем, например, с романа Льва Толстого «Война и мир». Тем более, что я тезка главной героини. На самом деле, в этом произведении война показана, как полноправная, важнейшая часть жизни русских людей всей России, не менее важная, чем мир, и может даже более важная. Судьбы персонажей выписаны автором таким образом, что главные герои развиваются и даже становятся лучше именно во время и благодаря войне, даже если в конце концов они умирают. Мысль, что война необходима человеку для развития, квинтэссенция этого романа. Или вот Достоевский с преступлением и наказанием. Все произведение написано таким образом, что мы начинаем сочувствовать, сопереживать и даже пытаемся понять убийцу, претендующего на то, чтобы стать сверхчеловеком. Это бесспорно гениальное произведение, но согласитесь, не слишком гуманное. Булгаков видел и даже пытался пояснить эту проблему. В «Мастере и Маргарите» он вложил в уста Воланду соответствующие слова. Нет, не про то, что людей в Москве испортил квартирный вопрос. Слова другие. Они звучат так. «Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла?» Подумайте, как ответить на этот вопрос так, чтобы это не было рекламой зла или рекламой убийства или рекламой войны. Потом мы вместе с вами еще раз подумаем, попробуем найти правильный ответ на вопрос, содержит ли русская культура пропаганду войны и насилия. Нуждается ли она в отмене или хотя бы в перезагрузке? С вами была Наташа Ищенко с моим блогом о русском мире и его культурном измерении. Встретимся через неделю на канале Новый мир.